всем привет сегодня мы разберемся как считать калории и зачем нам это нужно после чего вы определите нужно ли это вам а пока добавляете это видео в избранные и погнали но для начала повторим базисную информацию калория это единица энергии которую тратит наш организм на поддержание работоспособности мы тратим калории когда сидим кушаем едим лежим спим прыгаем мы всегда тратим калории вот таблица который демонстрирует куда мы тратим калории в течение дня поэтому мы рассматриваем еду с точки зрения энергии еда равно энергия а теперь вспоминаем если мы употребляем энергии больше чем тратим мы набираем если мы употребляем энергии меньше чем тратим мы худеем и это база по-другому это не работает а подсчет калорий нам нужен для того чтобы точно определить сколько сейчас вы съедаете энергии больше чем тратите либо меньше чем тратить он дает нам понимание энергетической ценности продукта и что вообще дает нам продукт потому что на глаз без подсчета и понимание энергетической ценности продукта определить калорийность сложно и для наглядного примера моем инстаграм и шортсах youtube есть рубрика как 500 калорий выглядит в разных продуктах вы сейчас делаете вполне логичный вывод что похудеть можно на чем угодно и да похудеть можно и на безобразном питании если придерживаться дефицита калорий и были такие индивиды которые худели на вине шоколаде бургерах но является ли это нормой нет в долгосрочной перспективе такое питание может привести к еще более тяжелым последствиям нежели ожирение на таком питании худеть сложно это постоянный голод срывы откаты плохое настроение проблем с жкт и прочее потому что наш организм нуждается во всех микро и макро нутриентах в витаминах минералах белках жирах углеводах и при их недостатке он начинает искать их в самом себе то есть он рассыпется из-за того что будет есть сам себя и белки и жиры и углеводы должны быть в нашем дневном рационе потому что каждая из этих нутриентов несет свою исключительную функцию для нормального функционирования нашего организма нашей лекции по бжу мы подробно рассказали что это такое и зачем оно надо поэтому если еще не посмотрели посмотрите обязательно если вкратце то белок нас восстанавливает выполняет транспортные функции то есть это строительный материал нашего тела и без белка но долго не протянем жиры поддерживают работу нервной и эндокринной системы углеводы нас питают энергией которой мы пользуемся они запасаем лежа на диване вывод исключать белки жиры или углеводы из своего рациона нельзя и баловаться диетами где есть исключение без назначения и контроля врача нельзя а сейчас мы плавно чуть ближе подойдем к подсчету калорий но для начала рассмотрим бжу с точки зрения энергии 1 грамм белка дает нам 4 килокалорий 1 грамм жиров дает нам 9 килокалорий и 1 грамм углеводов дает нам 4 килокалорий норма калорийности и бжу как правило рассчитывается из веса роста возраста либо с помощью калькулятора калорий конечно же исходя из вашей цели и норма бжу звучит так норма белка это 1 и 5 тире 2 и 2 грамма белка на килограмм веса норма жиров это 0 8 тире 1 и 1 грамма жиров на килограмм веса а норма углеводов рассчитывается как правило по остаточному принципу но в среднем это значение варьируется от 3 грамм до 5 грамм углеводов на килограмм веса но помним что при подсчете норма калорийности с помощью калькулятора калорий мы сразу этим цифрам не верим нам нужно их проверить и первую неделю мы питаемся по той норме которую дал вам калькулятор калорий чтобы ее проверить ваша ли это норма и подобрать ее под себя поэтому после того как мы неделю попитались по этой норме и поняли что наш вес стоит на месте мы понимаем все это наша норма вес никуда не двинулся значит все точно и после этого только после этого мы уже исходя из нашей цели устанавливаем себе дефицит либо профицит калорий ну что берем телефон и скачиваем fat secret я знаю что многие из вас боятся подсчета калорий думать что это очень долго очень много всего с собой нужно иметь а по факту вам нужно иметь только кухонные весы приложение на телефоне и три минуты вашего времени и по секрету считать постоянно калории не нужно это лишь временный но рабочий инструмент который позволит вам разобраться в вашем рационе питания позволит подобрать вам вашу норму калорий и взглянуть на еду с точки зрения бжу и по факту это самый безопасный быстрый и рабочий метод похудения ну что устраиваем приложение для начала вносим свои данные тут все просто сначала цель потом количество килограмм которые хотите скинуть или набрать пол активность текущий вес рост год рождения в общем стандарт также в отчетах вы можете поставить необходимую вам калорийность и теперь давайте что-нибудь посчитаем продукты предпочтительно считаем в сухом виде так данные будут более точные потому что к примеру при жарке мяса на масле в среднем мясо впитывают около 30 процентов жира и конечно готовый продукт посчитать сложнее да и каждый продукт имеет коэффициент у варки и у жарки а такой подсчет будет уже чуть дольше и сложнее поэтому вносите все ингредиенты в сухом виде и при вводе данных внимательно смотрите на значение вот гречка в сухом виде а вот в готовом вносим ну ладно можно вводить и в готовом если вы к примеру не доели то что приготовили данные будут с небольшой разбежкой но запомните лучше ввести хоть как-то чем совсем никак и здесь главное обращать внимание в каком виде вы вносите продукт вареном жареном пареном все это влияет на конечную калорийность готового продукта вот возьмем примеру запеченный картофель мундире взвешиваем тарелку запоминаем вес и теперь взвешиваем сам продукт ищем вносим скидываем вес кладем бифштекс взвешиваем ищем вносим то же самое проделываем и с жареным яйцом все а как же быть со сложными рецептами с выпечкой например и да это вполне логичный вопрос который легко решается для этого давайте зайдем сейчас на мою страницу инстаграм выберем какой-нибудь рецепт и что-нибудь посчитаем ну пожалуйста морковный торт сохраняем рецепт открываем волшебный сайт колоризатор вносим каждый ингредиент и все готово а как же его ввести fat secret все тоже очень просто заходим приложение в поиске вводим все что угодно листаем вниз и нажимаем добавить еду марка вот моей собственный теперь вводим порционные данные размер порции энергетическую ценность жиры углеводы белок можно заморочиться и ввести все минералы но мы этого делать не будем даем название продукту и теперь всегда им можно пользоваться а теперь какая информация облегчит ваш подсчет калорий первое посчитайте вес всех сковородок и кастрюль на вашей кухне пользуйтесь одной тарой купите мерный стакан для круп это вообще очень удобная тема пользуюсь ей постоянно и вам советую не забывайте читать к бежу на продуктах при покупке и кстати fat secret вы можете считывать штрих-код продуктов для того чтобы потом добавить его в приложении также многие овощи и зелень имеет низкую калорийность поэтому по ним мы не паримся и в приложении не добавляем также вода кофе чай тоже калорийности не имеют и добавлять их приложение не нужно если же конечно вы их пьете без сахара и каких-либо добавок соль и специи тоже приложение не добавляем и самое главное сложен только первый шаг начните с малого и вот вам первое задание подсчитайте калорийность трех своих любимых блюд подсчет вам позволит посмотреть на еду с другой стороны после чего вы сможете выбирать именно для себя более полезные продукты еда подсчет нам не даст идеальной точности но нам это идеальная точность и не нужна не нужно взвешивать каждую крошку и превращаться в маньяка который считает каждую семечку не нужно поберегите свое психологическое здоровье подсчет нам нужен для того чтобы сбалансировать ваш рацион питания и понять что такое еда с точки зрения бжу и в дальнейшем вам не нужно будет читать свой рацион ежедневно потому что вы уже будете все понимать и знать все всех обнял поднял покружил поставил еще увидимся